Ну, обсуждения на работе на самом деле были еще задолго до начала непосредственно войны. Они все говорили, что сейчас придут, буквально день-два, и тут мы заживем, будем богатые купаться в золоте, и у нас все будет хорошо. Нас спасут. Да, 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 они реально верили. Я на это отвечал, говорю, ребята, когда полетят снаряды, они не будут выбирать, ваши, наши, они будут убивать просто всех. Так вот, впоследствии, ну, мы видим, что получилось у нас сейчас, нашим городом, Малюпли. Как и всех, нас война застала утром в кровати. Позвонила Лера, у нас сестра, это, наверное, начало пятого было, сообщила, что началась война, нам объявили войну. Мы были просто в растерянности, там просто был в голове хаос, мы не знали, что делать, и вскоре мы уже услышали первые, отдаленные взрывы. Потому что гудело, шумело со всех сторон, в принципе. В тот же день я пошел на работу еще, все слышали взрывы, но город, в принципе, жил. На работе нас через час отпустили домой. С этого у нас все началось, вот это осознание того, что что-то происходит, это очень серьезно. Был готовый чемоданчик, я побежал проверять бомбоубежища, ну, подвал в нашем доме. Причем, самое интересное, подвал абсолютно неподготовленный, но почему-то он был в списке бомбоубежищ города Мариуполя. У нас 6 подъездов, я старший по своему подъезду. Вот, я со всеми максимально связался. Мы были первые в подвале, никого вообще не было. Мы занесли вещи, карематы, ну, то есть, потихоньку начали уже обустраиваться. Впоследствии мы туда притащили и палатку, мы притащили утеплители, потому что у нас мороз удалил в марте. Неожиданно, это так вот. Каждый день у нас время прибывания в подвале, оно как-то так вот росло. Все, пойдем с подвала. А? Вот, пока не достигло того, что основное время мы проводили в подвале. Мы вылазили на готовку пищи на костре, когда у нас все коммуникации полностью отключились. То есть, природные нужды тоже, как бы, ну, все, 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 это было понятно, что в подвале ничего делать нельзя. Хотя многие и эту грань переступили. Я знаю, просто люди ходили в самый дальний угол подвала, и там справляли просто нужду. Я ругался, я самого первого начала, я кричал на этих женщин, говорю, что вы делаете, вы не понимаете, что если пойдет инфекция в подвале, мало того, что, ну, просто запахи, само собой, а если еще пойдет какая-то инфекция, это все. Мы не сможем тут находиться. Нам для того, чтобы пойти самим там в туалет, нам надо было пройти через практически весь дом. Но мы ходили принципиально домой. Канализация самотеком, она работала. Плюс мы тогда построили уличный туалет. Вообще, отличная штука, как бы, ну, если, если, если человек, допустим, чуть-чуть смелее, чем другие, то этот туалет, это просто подарок был судьбы. Потому что от подъезда до Дневонди, она была в метрах, ну, 30 пробежать. Причем, ну, наверное, максимальное количество людей, которые у нас впоследствии там оказалось, наверное, около 50 человек, плюс-минус, ну, может быть, это так вот. Он был просто, ну, забит людьми. Я видел, люди обшили коврами свою ячейку у них. Я когда мимо них проходил, я говорю, ну, вы как в каком-то турецком салоне, вот этого кальяна не хватает. Все обшито коврами, у них стоят свечи. Да, они сидят так вот по-турецки, так прикольно было. Ну, это такая, это одна из всех каких-то приятных моментов, вот, проживание в подвале. Спасало нас только то, что мы общались, старались общаться друг с другом. Ну, то есть со всеми, кто рядом есть, как могли поддерживали, как-то, ну, очень много людей было срывов. У нас было просто центральный офис Кипсара, он находился, ну... Неподалеку от нас. Неподалеку от нас, ну, то есть, ну, это расстояние-то было, все равно было опасно. Опасно было бегать с одного оконца двора на другой конец двора, а добежать до этого Кипсара, это, ну, это был просто подвиг, после этого, там, какой-то гражданский орден можно было смело выдавать. Вот. У нас вот затем был отчаянным парнем, это Лерен Папа, который постоянно ходил. Каждый день, два раза в день. Каждый день, два раза в день, 8 утра и вечером он ходил, звонил детям, ну, это как раз вот был тоже посыльный, он передавал нам какие-то новости. То есть, информация была всегда одинаковая. Война идет, ну, выдержитесь, выдержитесь, ребята, выдержитесь, все, все будет хорошо. Поэтому, ради такой информации я рисковать своей жизнью не хотел. У нас по новостям было два радио. Одно радио передавало украинские новости в подвале, маленькое, шипящее, там, через слово понимаешь. Второе радио было, я не знаю, откуда появилось, там, один из наших жильцов, он поднимался к себе домой на пятый этаж и слушал радио ДНР. Ну, это там вообще отдельно, это в гостях у сказки, то есть, он там такую информацию приносил, что трудно было на голову натянуть. Вот, и когда одна из этих сектанток сообщила, что наш город окружила группировка в размере 600 тысяч человек, я просто говорю, вы, ну, знаете, что обозначать это число, и сколько это людей хоть так, по скидку, приблизительно это, где же их столько разместить вообще можно? Ну, они там, они верили во все, что это радио говорит. В подвале мы максимально старались не касаться вот такого рода тем, вот, чтобы не было ни конфликтов, ни споров, все были на пределе, не дай бог какой-то конфликт, но это могло вылиться что-то серьезное. Очень важно. В первое время очень много людей, кто разбивал себе головы в подвале, со временем уже привыкаешь к темноте, и даже, ну, как-то так свыкайся, даже на ощупь можешь ходить. Был низкий уровень подвала, я просто не подрасчитала и ударилась головой. Поначалу даже ничего не было нормального, это было вечером, а на следующий день я увидела себя красавицу. Свет, по-моему, числа первого или второго отключили воду, вот, по-моему, где-то так, вот, а газ, по-моему, 6 марта где-то так. Был поварбанк, спасибо ему, заряженный полностью. Естественно, мы как-то пытались до того, как у нас свет отключили, телефоны, чтобы у нас были по максимуму заряжены. У нас то дождь пошел, то снег, мы собирали дождевую воду. Мы хоть как-то еще смогли запастись водой дождевой, ну, хоть как техническую можно использовать. Впоследствии ее кипятили, грязную дождевую воду, чтобы пить. Наверное, уже когда вот отключили газ, мы уже начали готовить, сделали несколько печек, ну, мангала во дворе. Греть мы ее могли, но восстановить, скажем так, вкус мяса, ну, и пропавшего, его не восстановишь никак. То есть мы забивали там майонезами, какими-то там приправами, что на самом деле не забьешь. У нас оказалась куча пельменей и вареников, причем дня три или четыре, вот эти растаявшие уже пельмени и вареники, мы их варили, что-то жарили, что с ними делали. Они получались, как я их называл, пирогом, просто сплошной ком склеенный. Вот, абсолютно невкусный вообще никакой. Это такое, это чисто, чтобы забить желудок, побородит это чувство голода. Тогда уже пошли обстрелы непосредственно с нашей стороны города. То есть группировка, как я понимаю, из Бердянска, она уже подошла как раз к нашему краю города, и мы жили практически на краю города. И полетели, полетели первые снаряды, первые попадания в дома с нашей стороны. Это первые уже пожары, это первые недолеты. Вот, тогда уже все поняли, что лучше находиться под землей. Причем, если поначалу раньше в домах свечки горели, в квартирах, там какие-то костры, какие-то фонарики мигали, то вот уже в тот период, уже, ну, там, говорят, через две недели, это понимали многие. Потому что дома, вот, наступала темнота, все, вся улица просто, вот, гасла. Ну, кроме только десятков домов, которые горели вокруг. Зарево мы часто видели. Девятиэтажки, которые более высокие, они практически все сгорели. Один раз было утро, мы вышли, я не видел солнца, потому что небо было черное в дыму. Все вокруг пылало. Все горело. Девятиэтажки могли гореть день, могли два гореть. Перебрасывалось пламя на соседнее, бывало там. Пылало, пылало все. Оно либо пылало, либо складывалось. Вот, пылающая девятиэтажка, на самом деле, это, блин, ну, это, я не знаю, можно так сказать, эпическое зрелище. Но это грандиозно, когда девятиэтажка, она снизу выгорает до верха. Ночь, это как, ну, я не знаю, извержение вулкана нельзя назвать, но что-то такое эпическое, когда ты смотришь, тебе даже страшно смотреть на это сдалека. Это все пылает просто из окна. Это страшно. Потом информация про то, что бомба прилетела в драгдиатор. Прибежал к нам мужик, который был там, ему повезло. От взрыва его просто вынесло на улицу. Его сожительница погибла там под обломками. Вот, все, ну, ожидание смерти, ну, уже просто надоело. Уже, я говорю, надо либо действовать, что-то делать, что-то предпринимать, либо мы просто, ну, мы оттягиваем свою кончину. Последнюю ночь, когда уже оккупационные войска заняли, ну, грубо говоря, наш район, уже сил не было. Говорю, мы будем ночевать в квартире уже все равно. Вот. Утром я проснулся, подошел, взял градусник, у меня в квартире было ноль. Все это. Это уже нервы были на пределе. Я уже понял, надо что-то делать, как что-то решать, как-то, как-то с этой ситуацией выруливать, потому что еда у нас заканчивалась, за водой ходить надо, но... Далеко. Это далеко, и шли уличные бои, скорее всего, если не снаряд, то просто тебя перестрелят с автомата. Из-за стресса много умирали люди, стариков. У нас в подъезде... У нас в подъезде два человека, грубо говоря, умерли, ну, не потому, что их убило, а потому, что просто, ну, они не выдержали, они были пожилые. Вот. Поначалу люди еще как-то, я не видел, но во дворах хранили их. Потом, когда это пошло, как вот, уже в прогрессии какой-то, я видел людей на тачках перевозили. Обычные тачки, трубы просто возили. Кто-то просто бросал вдоль дороги. Кто-то вообще ничего не делал, просто лежали трупы людей, военных, вот, у нас недалеко от дома. Просто, ну, накрывали, чем могли, чтобы просто, не видели лицо. Прошла, прошла информация, то, что какие-то коридоры все-таки есть, кого-то выпускают, куда-то везут. Это было непонятно. То есть люди, которые уже уезжали, они не возвращались. Мы не знали, ну, живы они, не живы. Связи у нас нет. Мы с Лерой приняли решение уже пойти, грубо говоря, в штаб, там, где уже, где уже, какие-то, компенсионные войска, поговорить, узнать, просто, как уехать из города. Уже, ну, то есть, находиться там, вариантов никаких не было. Мы когда пошли уже с Лерой узнавать за отъезд, ну, хоть что-то будет информацию получать, когда вот шли через районы, вот эти, после, я... сгоревшие дома, люди, которые выжившие, лазят просто по этим руинам, причем бессмысленно. Я даже не понимал, что они просто, ну, не просто там лазили, что-то они искали. Там, ну, там искать нечего было. Там все было. Просто, это сплошной был фарш. Я бы, наверное, все-таки, вот эту часть, я бы, наверное, хотел бы в своей жизни вообще стереть и забыть. То, что мы увидели, ну, это... фильма даже такого не показывали, когда видишь такие вещи воочи. Вот, это было. Мы пришли все-таки в этот штаб. Я не знал, кому подходить. Я просто увидел какого-то чудака в чистой форме, и она чуть-чуть отличалась. Было красивее, чем у других. По поводу информации особо ничего не узнал. Говорит, ну, есть машина, вы уезжаете. Я говорю, а пешком? Говорит, это побольше столько не пройдете, чтобы до безопасного места. Я говорю, ну, спасибо. Это стоило того, чтобы я увидел, да, что мы увидели. Более, более, уже какие-то динамические действия и решения начали принимать. Ну, то есть, если бы не нашли машину, пешком бы мы пошли бы однозначно. Мы куда-то бы пошли пешком оттуда. Вот. Вариантов, вариантов реально уже не было. Мы, по поводу, что касаемо машины, по-моему, в этот день, случайно стояли возле костра, причем не возле своего костра, чужого, ну, то есть, у нас там. Вышел сосед, как-то так мы заговорили, а я стою, я печально стою, я не знаю, что делать. Люди потихоньку, там, кто машину восстановил, кто уехал, бензин нашел. не я говорю, а вот стоим, ждем смерти, нам бы машину, а машина есть. Говорит, разбитая, ну, есть, и говорит, есть ли. Он говорит, у нас проблема другая, у нас машина есть, нет водителя. Нет водителя. Сережа, как нет? Да, я говорил, а что, реально, да, но машина, машина попала, там, под обстрел, задняя часть, там, печальная была такая, то есть, разбито заднее зеркало, выверченные, там, все зеркала, тут полбеды. Я всю жизнь ездил на автомате, это была механика, я механику не умею водить, как таковую, но, в тот момент, я собрал все воспоминания, с автошколы, все, практически все дороги, это груда осколков, упавшие столбы, это провода, которые мы могли намотаться, ну, просто на колесо, и мы могли проехать просто 100 метров, и, там, носки чем-нибудь накрыло, и мы поехали. У нас было одно условие, чтобы мы двух людей завезли в Володах. Ну, да, там, пожилых людей, пожилые люди, они просто решили, ну, нам спокойнее будет, что-то там. К сыну они поехали, пожилые люди. Мы круг сделали. Мы, да, там, там было распределитель, я не знаю, как это назвать, фильтрационный лагерь, или распределительная база, то есть, с Володарска ехали автобусы в сторону России или в сторону Донецка. Ну, много автобусов, и людей, много было, которые, ну, решили ехать, там, кто в Донецк, но, в основном, все ехали в Россию. В Ростов, я там знаю, кто, в Таганрог, автобусы вроде ходили, вот, но, у нас планы чуть были другие, мы поехали по другой дороге, поехали прорываться до Запорожья. Зависли, чтобы мы в Володарск, а сами уже двигались на чужой машине, потом их просто передали уже на подконтрольные Украине территории. Естественно, мы когда ехали, мы подбирали людей, у нас в машине ехало 7 человек. Ну, я сразу расскажу, что такое блокпосты. Блокпостов, наверное, было там, ну, мы пересекали штук, наверное, 30, если не больше. Они там практически стояли, там, каждые 3-4 километра, там, когда чаще, когда реже. Сейчас мы подъезжаем на очередной блокпост, подходит ко мне хлопец, кстати, я не знаю, ну, сколько ему лет, ну, я на всяком в маске был, ну, так вот, по манере говорить по лицу, я, наверное, дам ему лет 25. Ну, довольно-таки вежливо, он попросил меня выйти, открыть багажник, багажник у нас просто не закрывался, я, может, ударить, сам открою. Вот, он, я проверил документы, открыл багажник, что там, пощупал сумки, ну, и говорит мне, разденься, мы проверим на наличие татуировок всего, я ему показал татуировки, какие у меня есть, ну, не раздеваюсь еще, он говорит, не, не, мне надо полностью увидеть, что, что у тебя с телом. я разделся, я показывал ему вот эти части, ну, плечи, я показывал руки, то есть, ну, у меня следов ни от чего не было, я как бы с военными не связанными, как бы в армии не служил, он говорит, а ты же из Мариуполя, я говорю, я говорю, он говорит, как там, я говорю, а нет Мариуполя, нет просто Мариуполя, его разбомбили, мы три недели сидели в подвалах, и мы сейчас пытаемся уехать и как-то убежать от смерти, на что он мне ответил, он говорит, там мы восемь лет в Донецких подвалах просидели, ты знаешь, как там Донецк бомбят, я сказал, я не знаю, потому что у нас информационный вакуум, вам там виднее, вот, разрешите просто я уеду, и поеду дальше. Поехали дальше, опять, немного проехав, опять блокпосты, опять та же самая программа, нас с ночевкой в Токмаке, ситуация безвыходная, потому что вам сказали, если бы по темноте поехали через блокпосты, а там, как оказалось, они время даже умудрились перевести, у нас было шесть, а у них уже было семь, то есть, вот этот момент уже, мы час теряли чисто на переводе ихнего времени, говорят, что в темноте они вас увидят, они просто, скорее всего, вас расстреляют. А Путин везде! Зеленский молодец! А Путин везде! Огромная отдельная вообще благодарность волонтерам, и в Токмаке нас встречали, нас накормили, те люди, которые мы, которые нормально не ели, нас накормили, нам сказали, если что, можете покупаться, мы такие, что? Что такое купаться? Ну, для нас это было вообще... Самое, самое, наверное, вот когда я уже реально испугался, на последнем блокпосту, когда ко мне подошел представитель Чечни, скажем так, лет на 10 младше, лет на 10 младше, да, но очень суровый, и посмотрел, говорит, да у тебя, говорит, техпаспорт не этот, не твой же, я говорю, ну, а по закону, а потом думаю, по закону кого? ты ее угнал, я говорю, сейчас всех высаживаю, машину забираю, говорит, а с тобой мы проведем пятичасовую работу, ты, говорит, будешь сговорчивый, все равно расскажешь, как ты шел, ну, ты машину как угнал. Кое-как, я не знаю, как это получилось, мы дозвонились хозяину машины, он подтвердил, я говорю, он начал что-то спрашивать, тут ему отвечать по поводу машины, то есть, это подтвердилось, он уже, ну, или ему скучно стало, или ему надоело, потому что это заняло определенное время, в своей манере, если с акцентом не буду говорить, но он сказал, типа, ты должен знать, надо старших уважать. Это мальчик, который лет на 10 младше, да, да, я сказал, ну, я понял, да, я как бы, я старших уважаю, спасибо за прием, взял права, как бы, быстренько, быстренько мы поехали, а то давай уже дальше. Это где-то было перед селом Васильковка, это вот уже, это был блокпост, и мы уже дальше проезжали в буферную зону. То есть там нет никого, там просто, просто, просто поле, 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 там какие-то домотачи, мы туда приехали, там уже сформировали из нас колонну, мы за сколько часа, наверное, два или три стояли, ждали, чтобы подтянулись все машины наши, то есть мы начали видеть украинских военных, я, я скажу честно, я после вот этих суток за рулем, я уже не верил никому. В момент, пока, если он не ругнулся на украинском языке, вот, когда, когда увидел, сколько человек, насечкано в нашу машину, вот, я же подумал, все, слава богу, как бы, как бы, все наши. Да, да. Ну и все, мы вот так вот, с дрожащими руками, перепуганные, замерзшие, добрали до Запорожья. С момента начала движения, выезжая из города Бариуполя, мы заехали, сделали небольшой крюк в село Никольское, оно же Володарское, и потом мы выехали уже на, грубо говоря, через Мангуш, на Запорожскую трассу, и до момента въезда в Запорожье, нас заняло 30 часов. Мы приехали в Запорожье, в эпицентр, там нас зарегистрировали, сказали, сейчас вы можете пройти, чуть-чуть отдохнуть, перекусить, мы реально вот просто, я сидела и ела, я сидела и я рыдала. Практически весь город собрался, как волонтеры. Нас поселили в садике, там принимали людей в церкви, люди стояли на улицах, просто говорили, типа, у нас есть квартира, там грубо говоря, 3-4, есть место, приходите, чуть не у нас, мы вас покормим там. Вот, ну мы пошли в садик, в садик люди сносили просто еду с домов, там одежда, закатки, борщи, одеяло, пирожки, то есть, меня позвали кушать, и я сидел просто в шоке, у меня все трясется, мне говорят, иди кушай. Я так, как-то так, с нежеланием, я зашел в эту детскую столовую, мне маленький дали с детский стулчик, ну даже садик, вот, вот, я сел, мне принесли тарелку горячего борща, и потом куча всякой какой-то еды, каких-то сатэ, вареные яйца, сало, сало, там соленье, там, блин, столько всего, я начал есть, я почувствовал вот эту горячую пищу, горячая пища, вкусная такая, мне ком горну подкатился, на самом деле. Да, мы просто сейчас делать, потому что не особо, еще знаем, что дальше делать, куда и куда ехать, потому что ехать, везде стреляют, ну пока, пока, пока есть, пока не выгоняются, со словом. Моего родного брата, оставаться здесь, я тоже особо не путю, потому что, ну как бы, до линии фронта, на самом деле, не очень много. Особо даже никуда не дергаюсь, искать какие-то бомбоубежища, потому что я знаю, что это не спасет. Но запасной фонарик, мы купили. Да, я как говорил, фонариков мало не бывает, поэтому, фонарики, свечки, батарейки, тут, наверное, теперь у меня будет отдельный рюкзак, с собой все время буду возить. Я боюсь, я сейчас уже боюсь открытых пространств, я смотрю по сторонам, у меня постоянно, у меня какое-то такое, полупаническое состояние, я все время смотрю, места, где можно укрыться. Все равно, здесь остается, здесь остается, здесь остается, я смотрю, где высокие есть бордюры, где какие-то ямки, я уже, ну, это, как-то, наверное, уже отпечатывается в голове, и, наверное, с этим буду жить.